Чем больше вы будете отдавать себя, тем больше вы будете получать взамен. Это, блин, это классно. Так, бесплатная реклама и быстрые, да. Как сейчас в России продвигаться без инста? Надо понимать, в каком городе, где именно в России. То есть у вас сейчас контакт очень сильно рулит, я бы максимально ушла бы туда. Максимально, потому что, да, Россия очень сильно ушла из инстаграма, очень сильно. Потому что, ну, кто-то еще остался, кто-то еще заходит через VPN, но огромное количество уже сдулось. Поэтому идите в ВКонтакте. Давай, 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 Вероничка, обязательно. Ты можешь даже, да, приехать, может, на ArtBuzzle увидимся. Да, будем ждать скрины фотографа, да, давайте пришлю, хорошо. Да, ребят, вот все, что вас мотивирует, вы пишите, я с удовольствием с вами буду делиться. Да, English Please мне пишет, вот для меня огромная мотивация. Да, главная проблема – это постить контент постоянно. Да, это главная проблема, но все же в наших руках, правильно, мы можем заранее создавать этот контент, мы можем научиться делегировать, кому-то отдавать, но одинаковый контент, да. Can you speak English? Видите, как меня усиленно просят говорить на английском. Я пока никак. А с Рэм, да. Сейчас, кстати, это, ребят, хватило, две секундочки сказать тему. Скажите, пожалуйста, у кого пройти курс по ретуше. А как же нам встретиться, тоже буду на ArtBuzzle. Здесь, ребят, просто напишите, да, кто хочет встретиться. Вообще, я думаю, что надо сделать встречу фотографов как-нибудь, давайте просто сделаем, да. Может, не обязательно фотографов, просто людей творческих, кто хочет чай и кофе попить, подержаться за руку, знаете, кого надо обнять энергией, обдать. Кого надо, давайте сделаем обязательно встречу. Так, когда организуешь встречу подписчиков? Ну, вот я говорю, надо, надо как-то сделать, не хватает ресурсов. Вот тоже, знаете, когда пишут, как вы все успеваете, да ни хрена не успеваю, ребят. Ну, просто вот, я бы, у меня в голове 500 тысяч идей в секунду. Я бы еще, еще бы, еще бы, еще бы делала, потому что, ну, тоже не успеваю. Да, да, обязательно сделаем. Что-нибудь, вот, надо просто найти время, надо поставить задачу и сделать. Вот, и я хочу встретиться, да, сделать встречу. Давайте, да, надо сделать встречу. Давайте, знаете, как, ребят, еще 5 минут. Можно я сейчас вот выговорюсь то, что мне очень хочется сказать? Вас, вот, недавно стала я читать очень много про окно Авертона. Ну, я думаю, что наверняка, кто слышали тоже на эту тему, мне 44 года, да, и там, где я родилась, и вообще там, где я росла долгое время, к примеру, какие-то вещи, допустим, то, что сейчас в современном мире становится нормальным, да, для меня в моем детстве было ненормальным, да, в моей стране было ненормальным. К примеру, то есть я понимаю, что мы сейчас толерантны, да, я понимаю, что, к примеру, ЛГБТ сейчас настолько это все очень активно все продвигают, и сейчас уже там и дети, мы меняют пол, безведомо родители, уже пилюльки могут давать, и все уже на законном, на законных каких-то законодательных уровнях, да, то есть, к примеру, вот марихуана, да, или те же самые наркотики, для меня когда-то казалось, что это, ну, вообще ненормальным. То есть вот что касается ЛГБТ, я абсолютно спокойно к этому отношусь, я просто думаю, что главное, чтобы вот меня не трогали, там, мою семью, но я понимаю, что это настолько уже активно прогревает сообщество, да, и уже порой, уже это же для меня это переизбыток, хотя я спокойно к этому отношусь. Каждый имеет право любить, кого он хочет, но то, что сейчас творится, происходит, вы видите, к примеру, Валентиага выпустила новую какую, какая рекламная компания новая вышла, да, вот как это БДСМ, что ли, да, называется, когда любят, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Время ребенка 14 лет, она долгое время прожила в России, но и то сейчас мы с ней спорим на тему ЛГБТ. Она говорит, мама, ты не права, она знаете, как защищает, потому что она уже другое поколение, она другое поколение, они по-другому мыслят, а то, что сейчас там происходит на законодательном уровне, что сейчас деткам дают в школах или в садиках таблетки, мальчик имеет право, мало того, что родители parents one и parents two, ребенок имеет право выбора, то есть у тебя не гендерные признаки, ты родился и понял, кто ты, мальчик или девочка, оказывается, ты можешь быть совершенно другим. Ну, короче, не знаю, мне это пока все, моему мозгу это все не дается, я сильно консервативна. У нас нет такого. Да, я тоже думаю, какого хрена, да. Давно хотела услышать ваше мнение по поводу всей этой фигни, ну вот высказалась, да. Капец, это ужас, что происходит, да. Жесть. Это какие дети, согласитесь, да. Моя дочь тоже, вот видите, да, да, они другие, понимаете, они же другое поколение, мы не говорим, что они хуже нас, они лучше нас в сотни тысяч раз. Наши дети умнее, мудрее, шестрее, разумнее, мне кажется, они прям вообще, они другие, просто, ну, то, что вкладывают им в мозг, то, что просто сейчас, ну, в общем, ладно, я не знаю, что будет дальше, но интересно совсем, вообще замечательное время живем, да, и вот это вот, и ковид этот весь, понятно, да, и война, вот все, что-то сейчас происходит. Вот это, блин, мое мнение, что это все давно где-то там, я не политик, я не хочу вообще никуда в это лезть, но я знаю, что это ужасно, все это, давно за нас уже все решили. Ребятушки, все это, большое спасибо, что я побыла с вами в эфире, вы меня выслушали, огромное-огромное спасибо, приятно вот так, знаете, потрындеть по душам, понять. Много сейчас кидать и про тикток, и про новые возможности заработка, и про, в общем, все-все интересное, потому что, ну, как бы я не успеваю, не успеваю все везде, в общем, постараюсь сюда дублировать. Все, большое всем спасибо, всем хорошего дня, пошла работать, пока-пока.